Смотрите, какая красотища. Кто любит, кто так, как я, эмоционально все воспринимает, вам обязательно надо в Анталию. Хотя бы на обзорную экскурсию, потому что это просто огонь. Кто кроме бассейна и бухла ничего не хочет знать, вам тут делать нечего, конечно. Кто человек такой, как я, люди, это просто шок. Смотрите на его фоне, какие горы. Надо дойти до смотрового солдата. Тут, по-моему, или что-то солдат с ребенком, если я правильно этот памятник расшифровывал. Виды, конечно, потрясные. Сейчас горы те в дымке, а когда меньше дымки, там вообще просто такой вид за этим. Ой, классно, не зря мы себе свернули. А потом, наверное, туда можно будет идти по этой дорожке, да? И возвращаться назад. А что ничего не написано? Что он значит? Кого-то оно ребенка он спас. Я так понял, от кого, чего. Здесь, люди, потрясающий вид. Просто это место я тоже вношу. Одни из достопримечательностей. Одни из достопримечательностей Анталии, потому что это место, я думаю, стоит посетить. Виды потрясающие. Несмотря на то, что горы эти сейчас в дымке, какие мерзкие, они все равно потрясные. Солнце светят просто жесть, как светят солнце, сейчас люди, жара уже просто, просто жара сейчас. Цветочки парень носит. Один не купили, один даже бесплатно отдал. Здесь, конечно, просто потрясающе. Вот такая вода прозрачная, вообще красивая. Какая классная водичка здесь. Прелесть, какая же красотища. Как здорово, вот это все море с небом сливается прям. И просто невозможно людей идти мимо, потому что достопримечательностей одна за другой. Смотрите, вон какой Дон Кихот ломанческий стоит. Собака прячется в тень, настолько жарко сейчас. 9 ноября, собака в тень прячется. Я тоже. Потому что очень жарко на солнце уже. Туристы из Китая или из Вьетнама сидят, поснимали сапожки. Сидят босичком. Смотрите, какая красотища здесь люди. Ё-моё, как красиво. Какая же красота. Боже, Турция, я тебя не просто люблю, я тебя обожаю просто. Реально, люди, вы не представляете, насколько я обожаю эту страну. Люди, здесь просто как в раю, как в сказке. Как в сказке. Просто смотрите, человек вот плывет. 9 ноября, мы в Анталии. Солнце печет так, что я просто уже не могу стоять на солнце. Надо бегом куда-то прятаться, уходить. 30 сейчас по ощущениям, я мокрый весь, потный стоит. Какая же здесь, люди, красотища. Обязательно посетите это место. Напишите мне, кто знает, как правильно оно называется. Впереди Кемерские горы, Кемерта, через море. И это просто здесь, просто вид, вид просто непредаваемый. Сказочный вид здесь везде. Обязательно, обязательно посетите это место. И здесь суперфотки, супервидео. У вас все получится здесь вообще просто сказочно. Красиво. Я просто не могу уйти от себя. Я бы стоял бы, снимал бы часами просто. А тому человеку я сейчас завидую. Капец как. Просто он плавает в этой всей красоте и любуется этим всем. 9 ноября. Сегодня, друзья, вода в среднем 25. Воздух 28-31. По ощущениям, даже еще больше, наверное. Это фантастическая погода. Сезон продолжается, никого не слушайте. Приезжайте, даже сейчас есть на 10-е, на 12-е число есть вылеты. Смело покупайте и едьте отдыхать сюда. Люди в Анталию, в Аланию и в Кемер, допустим. Здесь везде сейчас пока что тепло и комфортно. Продолжение следует... Продолжение следует... Я просто не могу уйти отсюда. Я просто не могу отсюда уйти. Я реально тут целый день бы снимал и стоял, любовался. Это просто фантастика. Смотрите, я как котик на дереве. Котя, скажу всем привет. Приезжайте в Анталию. Санечка. Боже, какая же красотиня. Жара на солнце. Просто жара сейчас. Просто жарища. И местные люди ходят. Здесь и треистые. О, сейчас вот я прочитаю. Это либо про дерево, либо про это место. Это, скорее всего, про дерево, наверное. Здесь, где нахожусь, как правильно это все назвать, я пока не знаю. Тут просто проходишь еще 20 метров, опять хочется стоять, опять что-то снимать, опять что-то чем-то любоваться. Просто потрясающая красота. Нереально фантастические виды просто. Просто огонь, люди. Еще я просто настолько доволен, что наконец изучаю Анталию, которую я знал только по аэропорту, по красивым дорогам из аэропорта и все. Идем дальше. Впереди у нас длинный путь. Там еще старый город. Уже вижу какую-то башню старинную, конечно же. Здесь кафешки, площадки, фонтаны. Я уже как бы на фонтаны не обращаю внимания, потому что тут все просто в фонтанах. Их все невозможно показать. Идем дальше. Ищем достопримечательности вдоль этого красивого подбережья. Вот здесь где-то вторая рядом достопримечательность ворота Адриана. Сейчас вот мы к ним придем. Еще раз глянем на вид. Как? Кедерлик. Башня. Уже по навигатору пытаюсь понять, где мы находимся, название прочесть. Там маячки. Боже, как же тут красиво. Бабочки летают, цветочки цветут. Блин. Какая ж красота. И там тоже смотровая. Везде хочется пройти, но просто ног не хватает. У меня уже нога болит ходить. Какая ж тут красотища везде. Бананчики. Башня-то оборонительная. Всех с пушек фигачили, кто подплывал, видимо. Так а где же сами ворота, интересно? Не, да. Там, да? Там вот видно, мы входим как в Сиде, да? Вон домики эти, как в Сиде, по этой старой набережной. Тут про деревья все написано. Это ж не береза. А похоже. И на этот похоже, как второе дерево наше. Бывает поплар. Такие вот ощущения, что идешь, смотришь, рыбы как на наше дерево. Оно не наше, оно только похоже на наше. На самом деле нет. Да, я бы тут целый день бы... Да, какой день? Тут несколько дней. Только вот по этому месту можно гулять, ходить, изучать. Чевремизи, Куру, Вьялим. Вот это название, может быть, парка этого. Или я даже не знаю, чего. Везде, везде кафешки, кафешки. И входим вот реально как в Сиде вот эти вот домики. Вон, только от denkшем, кафешки, кафешка. Продолжение следует...